В древних манускриптах говорится, что время между отрочеством и своим служением Иисус провел в Тибете, а в Евангелии об этом периоде его жизни ничего не говорится. Что вы думаете об этом? Вау. Действительно, в некоторых манускриптах, как вы правильно заметили, указано, что время между своим 12-летием, которое последнее, что зафиксировано в Евангелии, и временем, когда он вернулся к служению, последние три года его жизни зафиксировано, он провел, может, на Тибете, но в некоторых других манускриптах в Бенгалии. У йогов, изучая их медитативные методы, я думаю, это ерунда, естественно, ерунда, и к этому могут быть несколько объяснений. Во-первых, первое объяснение, он был иудей. Иудей, который верит в одного Бога, верит еще в безбожничество буддийского или индуистского плана, наверное, точнее является бессмыслицей. Это как бы теоретически и есть, ну просто как бы ерунда. Он же Мессия, он же Бог сам. Ну а во-вторых, учитывая, что Иисус все-таки был правоверным иудеем, от него распространялись требования книги Левит 23 главы, о том, что он три раза в год должен был бы приходить в храм на праздники, как мы с вами обговорили, на праздник Пасхи или праздника Пресноков, на праздник Пятидесятницы или праздник Шивот и на праздник Суккот или праздник Кущи. А если бы он находился в Бенгалии или чего доброго на Тибете, практически без аэрофлота или Эляля ему очень трудно было бы сделать это. Если же с другой стороны он занимался левитацией, как йоги, и мог перемещаться туда-сюда, то с точки зрения иудаизма он, естественно, был бы отречен или отлучен от веры, и ему не давали бы возможность приходить в храм. Хотя, конечно же, в Талмуде существуют некоторые, но это гораздо более позднее развитие в талмудической литературе в отношении Иисуса, и она уже чисто реакционна, то есть на попытки христианства изне навязать не совсем корректной манере Иисуса. И говорится о том, что на самом деле Иисус был колдуном, но это опять-таки реакционная попытка. И говорится даже о том, что он проник нелегально во святая святых и похитил оттуда имя Господа Бога, и зашил его себе под кожу, и при этой помощи он делал, конечно, какие-то свои чудеса. Мы должны разделять мифы народов мира, в том числе бенгальские и еврейские, от реалий, которые есть. Поэтому, ну, так и для общего развития можно поговорить на эту тему. Я не думаю, что есть какие-то серьезные показания того, что Иисус провел свои годы на Тибете. Нет, конечно. Спасибо. Пожалуйста. По преданиям нашей традиционной церкви православной, значит, они утверждают, что Лука при жизни, значит, нарисовал несколько картин Марии, мамы Иисуса. Меня интересует вопрос такой. Существовало ли изобразительное искусство в то время у еврейского народа? Хороший вопрос. Спасибо за него. Существует заповедь не творить изображение. Однако, она неправильно понимаемая, заповедь. Я объясню сейчас почему, что я имею в виду. Первым художником еврейским являлся некий Василий Ио. Согласитесь, это не совсем еврейское имя. Я вот думал, как это Василий или Василий попал в еврейскую Библию? А оказалось, он никакой не Василий, это тот, который делал, как бы, скинюю. Вы помните, когда Моисей ему рассказал, как устроить. Имя его было Бецалель. Звучит уже гораздо более по-еврейски. Бецалель – это три слова, обозначает «в тени Бога». И Писание называет его искусным сердцем. То есть, человек, который мог отличать добро от зла. Не запрещено изображение. Запрещено при помощи этого изображения, вернее, поклоняться изображению. Есть оргаментальное изображение. В гораздо более позднем развитии иудаизма позволяется рисовать человеческие образы и так далее, и так далее, и так далее. Но им ни в коем случае нельзя поклоняться. В свое время Израиль, который был помещен в языческую среду, где, да, поклонялись изображениям. В синагогах вы, скажем, после возвращения Завилонского пленения, в 6 век, в 5 век, в 4 век, вы вдруг обнаруживаете все больше и больше появляющихся изображений. В том числе знаков зодиака, в том числе различных животных, в том числе человеческих лиц. Причем это в ортодоксальных еврейских синагогах. Это происходит в связи с тем, что практически, если вы посмотрите в Писании, проблема язычества или идолопоклонства иудеи исчезла, или практически исчезла. Не то, что было во времена существования Израиля, я говорю, Северного царства. Помните, Северное царство, покоренное Сирией в 8 веке до нашей эры, в отличие от 586 года, то есть 587 года покорения иудейского царства. Так вот, после покорения иудеи и освобождения спустя некоторое время, тем более после возвращения Зерувавелем и построения нового храма, возвращения Эзры, во времена Неемии, проблема идолопоклонства, как и таковая, в Южном царстве иудеи перестает существовать. И мало-помалу начинает позволяться делать различные изображения, поскольку основная проблема язычества, поклонения идолам и образам, уже не существует. В то же самое время, после исхода из Египта, когда очень сильно было влияние язычества в Израиле, тем более после установления царства, или даже его разделения, сыновьями Соломона, на два северная Израиля с десяти коленами, и южная с двумя коленами его иудеи, эта проблема стоит очень остро. Поэтому на всех руинах, или упоминаниях, или ссылках, вы нигде не найдете изображений, тем более человеческих, потому что люди одномоментно как бы переводили их плоскость в поклонение. Тем не менее, общепринятая концепция иудаизма, что изображение не запрещено, ему запрещено поклоняться. В этом смысле мы приводим пример всегда Бецалеля, который был искусный человек сердцем, и который понимал отличия между изображением как символом прекрасного, того, что есть в этом мире, и изображением как предметом поклонения. Теоретически, я вполне могу допустить, что Лука мог нарисовать Марию, или Павла, или кого угодно. Эта традиция, которую вы упомянули, она не находит никакого подтверждения в Писании, она не находит никакого подтверждения в текстах, кроме староотеческих, которые для меня не являются истинной в первой инстанции. Теоретически, он мог нарисовать все, что угодно. Практически, имело ли это место быть, это относится к разряду спекуляций, на которые я не могу и не хочу отвечать, потому что ничего не добавляет или не прибавляет. Мне очень сложно отвечать на этот вопрос. Даже не сложно, но как-то интересно. Моя жена профессиональный художник, как я сказал. И у нее были периоды в жизни, когда она полностью оставляла искусство, возвращалась к нему, опять оставляла, опять возвращалась, для того, чтобы стать более или менее сбалансированной. Дело в том, что в России не только поэт больше, чем поэт, в России художник больше, чем художник. В России вы всегда должны были с определенной истовостью относиться к искусству вообще или к живописи, или изобразительному искусству, или предметному искусству, как сейчас называют абстракционистскому. В частности, то есть вы должны полностью были служить ему. И в какой-то степени, наверное, это правда, вы не можете стать знаменитым художником, в том смысле, в котором это понимается в современном мире, без того, чтобы полностью не отдаться этому, полностью не быть рабом этого искусства. И это опасность. А делать как попало, поэтому, к сожалению, не существует такого понятия, как протестантское искусство. Но все очень убогое, к сожалению. Если вы сравните его с искусством возрождения или католическим искусством, то протестантское искусство не выдерживает никакой критики. Это касается и живопись, это касается и литературы, это касается и стихосложения, или рифмоплетства, как бы я точнее сказал, когда люди думают, что каша и малаша – это и есть стихи, потому что Бог смог, ну и так далее. Они не понимают, что такое стихи. Поэтому, к сожалению, мы имеем выхолощивание, или упрощение, или вульгаризацию того, что есть и протестантизм, но на самом деле он достаточно скуп на великие имена. А что такое в музыке существует? Бах, наверное, можно считать колоссальным гением. Вот. А что касается как бы живописи и литературы, у меня есть серьезные проблемы с протестантизмом, вообще тем более как бы с русской веткой. Это вообще очень легко. Практически я по пальцам можно сказать, что я в Делиме когда-нибудь слышал достойное своего названия стихотворное произведение, или гимн, или песню, или музыку, за редчайшим исключением, которые достойны были бы человеческого гения или образа и подобия Божьего. Вот. Это все сложные вопросы взаимоотношения религии и искусства, или веры и искусства. Потому что искусство очень часто требует служения человека целиком, самому себе. Что всегда есть вот дилемма Фаусту. Поэтому тут надо быть осторожным. Но, собственно говоря, искусство в этом смысле мало отличается от всех других занятий. Можно быть совершенно посвященным токарем и вытачивать круглое на своем станке целый день, забывая о Господе Боге. Финансистом, оркоголиком или работоголиком, как по-русски называется, не знаю. Человек, кстати, всю свою жизнь отдает. Или служителем, который забыл о своей семье. Точно так же, когда полностью отдается настолько служению, превращаетесь в служение культ. Начинает поклоняться не Богу, а служению. Вы видите разницу. Поэтому, я думаю, тут опять-таки касательно вашего вопроса конкретно. Я просто расширил его. Не знаю. Может и делал. Можно сказать, с таким же успехом контора пишет. Они говорят. Иисус кем еще не был? Бенгальским йогом. Скажите, вот вы говорили о том, что, будучи нерожденным евреем, можно им стать. Не могли бы вы более подробно пояснить вот этот момент? Относится ли это к тому, что мы называем духовным Израилем? Нет. Это не имеет никакого отношения к духовному Израилю. Христианин не еврей. Понятие, духовный Израиль не существует. Это выдумка церкви. Есть Израиль один-единственный по плоти. Есть духовные наследники Авраама. Но Авраам и Израиль это две разные вещи. Яков это Израиль. Наследие по плоти это Павлик. Павлик. Павел о себе говорит, что сродники мои по плоти, то есть израильтяне по плоти. Он подчеркивает обетование, данное им. Понятие церкви как духовного Израиля целиком и полностью принадлежит Августину, который является отцом подменной теологии, которая обрела свой пик в виде церковного антисемитизма и является абсолютно зловредным и гнусным порождением всего плохого, что есть в христианстве. Надо понимать. Такого понятия как духовный Израиль нет. Это выдумка, которая целиком и полностью поддерживалась крестовыми походами, инквизицией, погромами и так далее, когда говорят, что вот где был Израиль, а сегодня мы Израиль, церковь. Нет такого. Когда мы говорим о иудаизировании в отрицательном контексте или в как наиверите называют гиур, или переход из нееврейства в еврейство, это относится, как я сказал, достаточно сложный вопрос, потому что трудно сказать, что мы имеем в виду еврейство или иудаизм. Это как бы переплетающаяся вещь. Но в принципе процесс, предположим, мужчина, чтобы упростить ситуацию, он хочет стать евреями, а он китаец. Что он для этого должен сделать? Существует определенная процедура, формальная процедура, которую вы проходите, она занимает год-полтора, иногда два, когда вы изучаете традиции еврейские, еврейский язык, Тору, обряды, те или иные вещи, которые сопутствуют постановлению аллогические в вашей жизни, которые завершаются обрядом обрезания. И вы причисляетесь к евреям. Вот ныне вы еврей во всех отношениях, во всех отношениях, во всех отношениях. Делает ли вас это рожденным свыше человеком? Нет, отнюдь. Но с точки зрения раввинов, а они являются законодателями моды, хотим мы это вернеть на сегодняшний день, это делает человека евреем. Да, у меня есть достаточно большое количество знакомых, которые прошли этот обряд и стали евреями, будучи уже израильтянами. Нельзя путать. Вы можете быть израильтянином арабом, израильтянином русским, израильтянином украинцем, но это не так, на что вы еврей. То есть как бы израильтянин это принадлежность к государственной обществе, к народу. Условно, потому что в древние времена понятно это было одно и то же. Сегодня понятие израильтянин это принадлежность твоей государству Израиль. Как понятие россиянин не значит, что ты русский. Верно? То же самое израильтянин это может быть любым рационалистом. посмотри себе, что какой-нибудь израильтянин хочет стать евреем. Или не обязательно израильтянин. Он проходит этот процесс и он становится евреями, его дети естественно становятся евреями. Именно поэтому такое большое разнообразие вы можете видеть евреев из Эфиопии, амхарских, которые говорят на амхарском языке. Они считают себя потомками царицы Савской. Они черные все. Но они поразительные, они не совсем такие черные, как другие черные из Африки. У них европейские черты лица. Поразительная вещь. И тем не менее они абсолютно черные. Есть евреи выходцы из Бухары. Выходцы из арабских стран. Есть евреи у меня есть корейцы или бывшие корейцы. Я знаю огромное количество людей, которые национально родились в других странах, но тем не менее решили потом быть. Дело вот в чем. Тут существует определенная проблема. Ведь когда вы становитесь евреями, вы становитесь ненавидимы всем миром. Надо понимать. То есть мы живем как бы в Израиле, как апофеоз еврейства или квинтэссенция еврества, оно живет в состоянии был такой роман у Джорджа Орова, назывался 1984, там были такие штучки, назывались пятиминутки ненависти, когда любой старшего брата, который наблюдал за тебя всевидящим моком, часто это делается для того, чтобы достичь единства, надо выработать ненависть к внешнему врагу. Это серьезно используется в истории России, в истории многих стран. Когда нечем вас объединить внутри, то находится внешний враг, и это вывозит это храма, как было на какое-то время. Мы живем в такой среде на Ближнем Востоке, когда все вокруг нас ненавидят, 100-200 миллионов арабов, в том числе все остальные говорят, что нас любят, но на самом деле Израиль в самом широком месте 68 километров, из которых две трети пустыни, в которой нет ни газа, ни воды, ни золота, ничего, на самом деле, на него претендует еще какая-то группа людей, которые называют себя народом палестинским. Непонятно почему, непонятно зачем, суть простая в том, другие страны, которые любят Израиль, они продают террористам оружие, видная с большой любви к Израилю, и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда человек становится евреем, он должен быть готов к тому, что вместе с благословениями, которые он получает в Библии, он получает еще, прочитайте 28-ю главу книги Второзакония, там есть вот такой список благословений, и на пару страниц проклятий, как бы данность. Именно поэтому при обряде евреизации или геюра, раввин трижды должен отговорить человека от того, чтобы он стать евреем, он должен ему сказать, между прочим, находясь в воде вместе с ним, проходя обряд того, что мы назвали бы крещением, это омовением ритуальным, он должен ему сказать, разве ты не знаешь, что этот народ презираем, гоним и обижен, и ты тоже будешь, и во имя я призываю тебя не обдумать еще раз. И испытуемый должен сказать, нет, я обдумал, несмотря на то, что я все, я хочу получить как бы часть будущего в этом народе. Он второй раз должен ему повторить. То есть, как бы обязанность раввина предупредить его, что благословения всегда идут вместе с ответственностью, что церковь сделала, церковь зацепила у Израиля все благословения и оставила Израилю все проклятия. Немножко несправедливая вещь. Поэтому это большая ответственность с одной стороны и большое благословение. Израиль называет избранным народом. Если вы спросите моего папу, нужна ли ему такая избранность, он ему ответит, нет. Огромное количество израильтян скажет, нам такая избранность совершенно не нужна, потому что ничего кроме погромов, насилий, ненависти, инквизиции, газовых камер мы из этой избранности не видели. И это правда. Я не знаю, доводилось ли кому-нибудь из вас бывать в Освенцеве или в каком-нибудь другом концентрационном лагере. Знаете, я был там, я стоял, я просто молчал и плакал. Это невозможно себе представить. Комната, которая, скажем, может быть, пять-шесть раз больше, это загоняли одновременно тысячу раздетых женщин и детей, их травили как крыс в течение 15-20 минут, причем они умирали не сразу. И потом их выгребали и зажигали, и готовили новую партию, которая стояла у дверей. В одном Освенцаме миллион сто тысяч евреев только было отравлено и сложено. Всего в мире было убито шесть миллионов человек, только за то, что они евреи, только никакой другой вины. Это цена избранности. Люди завидуют очень часто евреям, говорят, вот они у них деньги, у них власть, они протоколы сионских мудрецов, у них половина нобелевских лауреатов, две трети чемпионов мира по шахматам, каждый второй музыкант или я не знаю кто, на самом деле правда. Это часть которой называется благословие, но именно поэтому нас и ненавидят. И это такая штука, с которой приходится жить. Очень многие евреи с удовольствием отказались от этой избранности, в пользу жить как все, дабы нас никто не видел. Однако я жил на Западной Украине и там очень серьезен был антисемитизм, по крайней мере в городе, в котором я жил, на улице или во дворе. И меня всегда называли жидовской мордой, сколько я себя помню. А для ребенка, которому 5, 6, 7 лет, знаете, вы можете быть худым и поправиться, вы можете быть толстым и похудеть. Даже если вы очкарик, а я не был очкариком, вы можете вылечить свое зрение. Но если вы еврей, куда от этого деться, к тому же еще обрезан. Это какая-то безнадежность она меня убивала. Абсолютно затравили в школе. Я ненавидел свое еврейство. Я мечтал, что когда я вырасту, я возьму фамилию типа Александров, выпрямлю свои волосы, я курчавый, курчавый просто. Вот. И вообще, как бы, что-нибудь сделать, только бы не быть евреем. Подумайте, это 7-летний пацан. Вот как он должен чувствовать. У меня был друг, Рома Викдорович, как вы догадываетесь, тоже не славянин. И вот он однажды пришел ко мне домой, который страдал, он еще был толстяк и в очках. Вообще, катастрофа. То есть, как бы ужасно. Точнее этого троица несчастья. Еврей толстый в очках. Беда. И вот он пришел как-то ко мне домой после школы, глаза его сияют. И он говорит, есть. Я говорю, что? Он говорит, твой папа откуда родом? Я говорю, вообще из Польши. Он говорит, значит, ты не еврей, ты поляк. Это мне семь лет, первый класс школы. А я говорю, а твой папа? Он говорит, из Белоруссии. Я говорю, так ты белорус. И счастья нашему не было предела. Подумайте, какой ужас для ребенка. Мы заявляемся в школу, но второй день. Из порога говорим, я поляк. А он говорит, а я белорус. А нам говорят, молчите, жидовские морды. От этого никуда нельзя было деться. Вы понимаете, что творилось в душе ребенка? Я ненавидел свое юрисство, потому что ничего, кроме боли, драк постоянных, синяков, издевательств, ничего не приносило. Мой папа мог бы рассказать больше. Он провел два с половиной года в концентрационном лагере. Или моя бабушка покойная, у которых убили на ее глазах семерых ее братьев и сестер. Причем убили те люди, которые ходили в церковь регулярно по воскресеньям. Мой папа мог бы вам рассказать о том, что евреев расстреливали по субботам, по воскресеньям комендант лагеря и весь как бы протестант, кстати говоря. Ходил в церковь, которая была построена рядом с тем местом, где расстраивали евреев. Это все часть благословения, проклятия, с другой стороны. Так что это такая вещь. Грустно-радостно, я бы сказал. Окей, давайте еще может вопросы какие-то есть? В книгах царств, где опять существует история Давида, несколько раз появляется фигура семьи сына Геры. Сперва он злословил Давида, когда тот бежал от Весолома, ну, Давид его прощал, потом он пришел, просил прощения, опять Давид его прощал. Но при смерти, перед смертью своей Давид завещал Соломонову наказать именно семей тем, чтобы не отпустить его голову без крови в преисподнюю. То есть в чем здесь смысл? Почему Давид перед смертью не смог отпустить его сыны? Когда-нибудь вы спросите об этом у Давида лично. Смотрите, это хороший вопрос, наверное, но если Библия не пишет ничего по этому поводу, значит, это все, что мы знаем по этому поводу. Толкования могут быть какие угодно. Толкования могут быть, начиная от того, что Господь Бог открыл Давиду истинную мотивацию этого человека при храме. И он его прощал, потом на самом деле как бы узнал, чем это было мотивировано. Не от незнания, а от, скажем, богохульства и так далее. Давид мало того, что счел это нужным сделать, а Господь Бог счел это нужным, чтобы оно было зафиксировано здесь. У меня, например, огромное количество есть вопросов теоретических Господу Богу, зачем масса вещей вообще здесь зафиксированы. С моей точки зрения, второстепенных и не имеющих, ну, по крайней мере, эпохального смысла. Но, тем не менее, они здесь зафиксированы. Я бы мог вам, наверное, что-нибудь предложить, еще какие-то варианты, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Знаете, мы часто говорим, вот когда-нибудь я спрошу у Господу Бога, когда я буду там. Вот тогда я спрошу. Это неправда. Написано, что в тот день вы не спросите меня ни о чем. Потому что, если мы окажемся там, все вопросы, которые здесь, уже не будут иметь никакого значения. Мне иной раз кажется, что Господь Бог, сила огромного количества так называемых ситуационных вопросов, которые являются обрамлением главных вещей и несут в этом, пожалуйста, свою славную смысловую нагрузку, состоит в том, чтобы удержать нас от впадания в мелочи и не видеть за деревьями леса. Вопрос, который вы задаете, он, наверное, очень интересный, но ведь Писание ничего не говорит, почему Давид так поступил. Если оно не говорит, ну, как я могу выдумать? Ну, я могу выдумать, наверное, если в этом смысле. Не знаю. И радуюсь тому, что не знаю. Вы говорили, что не все евреи, которые, не все израильтяне, которые были в Египте, вышли, поверили в слово Бога через Моисея и вышли из Египта. Есть ли разница вот этих евреев, израильтян, которые погибли там в Египте, не выйдя с ними, с Моисеем, и между теми, которые в пустыне, то есть поверили, в пустыне вышли и там погибли, как неверные. Смотрите, давайте как бы разделим две вещи. Люди, которые были в Египте, они не поверили Богу вообще, что это произошло. В результате, как бы, они там остались и они перестали быть евреями. Кто умер, у кого погибли первенцы, то погибли все, они перестали, они отказались от своего еврейства. В принципе. Понимаете? Вы сами говорили, что от еврейства можно отказаться. В тот момент, когда вы отказывались от Бога, Авраама, Исаака, Якова, вы в тот же самом момент переставали быть евреем, потому что вы попадали как бы в категорию неевреев. Вы отправляли культа неевреев, вы смешивались с ними, вы ели их еду и вы женились на нееврейках и так далее. В конечном итоге вы переставали, это был ваш сознательный выбор перестать быть евреем. Они вычеркнут раз навсегда из такой категории, как евреев. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Их нет в те времена. Те, которые вышли из Египта, там другая категория. Это люди, которые видели и слышали Слово Божие. Это люди, о которых в Писании говорит, что они поверили Богу. Но в дальнейшем по каким-то определенным, определенной ситуации они отказались. Это поколение неверия. Когда мы говорим о неверии, мы должны понимать, что речь идет о двух разных вещах. Если вы мне спросите, будут ли они в раю или в аду, я вам скажу, я не знаю. Потому что цель хождения вот этого поколения в течение 40 лет от очень популярной точки зрения, что должен был умереть последний раб, до точки зрения чисто практической, что должно было родиться новое поколение. И все-таки двое человек вошли, Калиев и Иисус Навин, которые ходили в пустыне. Сказать, что Моисей был менее верующим, чем Калиев и Иисус Навин, хотя Моисей умер в странствиях, а Калиев и Иисус Навин вошли, у нас не поворачивается язык. То есть, Господь Бог как бы объясняет нам, что физическая смерть умерших в пустыне вовсе не конституциирует, их духовную смерть. Об этом мы судить не будем. Я в это не влажу. Но есть огромная разница между теми людьми, которые декларативно не поверили Богу и были вычеркнуты из категории израильтяна, из категории верочек и лишенной надежды, остались в Египте. И теми людьми, которые вышли, слышали откровения, принимали и в силу разных обстоятельств. Это не место и не время, чтобы мы рассуждали о категориях 7-8 главы посланий к кремлянам, о предопределении. Или спасен раз, спасен навсегда кальвинистской позиции, потому что в пору бы применить. Как же так? Если бы были спасены, то и остались. Или арменианской позиции, что, мол, где имели, а потом потеряли. Это вообще совсем другие дебри. Просто давайте будем удовлетворены фактам того, что не вышедшие из Египта ушли от своего еврейства и от своего иудейства, потому что в те времена это было одно и то же. Вышедшие из Египта умерли физической смертью в пустыне, но ихнюю будущность или участь в будущности давайте предоставим решать Господу Богу и не будем в осуждении. Это моя позиция по этому поводу. Царь Кир, о котором написано, что Господь через него повелел выйти евреями построить Иерусалим. Библия говорит о нем и в книгах Исаии об этом, и в книге Ездре. Параллельно этим местам есть вавилонские источники, которые то же самое практически говорят, только за исключением, что им повелел это не Господь, а Мардук, то есть Бог, которому он поклонялся. То есть это было слепое такое как бы для Кира повеление, то есть как бы думаешь, что он поклоняется Богу, поклонялся Мардуку или это другой? Хороший вопрос. Давайте как бы Кир называется слугой Божией, еще кроме всего прочего. Что слуга Божий? Не надо одухотворять этот термин. Очень часто Господь Бог действует через обстоятельства той местности. Например, как всегда, давайте немножко отойдем в сторону, чтобы большое виделось на расстоянии. Большинство текстов, которые есть в книге Второзакония, в частности, и в книгах из Скотт, не в нарративной части, а в части как бы ритуальной, книги Левит, например, они заимствованы, я не боюсь этого слова, из других древневосточных источников. Например, сюзеренно-вассальные типы договоров, которые существовали на Древнем Востоке, например, если ты мне вот это, то я тебе то, они буквально, иногда дословно, повторены во второзаконии. Значит ли это, что на самом деле какой-нибудь там неизвестный автор Пятикнижья Моисеева, условно, давайте, как бы, отстранимся от того, что мы понимаем, взял просто, содрал это, или занялся плагиатом, какие-то тексты, а потом, как бы, пользуясь человеческим незнанием, сказали, это сказал Господь Бог. Так приходят ученые, говорят, секундочку, это же стандартные восточные тексты, как они оказались в Библии. Суть того, что написано в Библии, она не обязательно проистекает, грубо говоря, непосредственно из уст Господа Бога, она может проистекать из уст обстоятельств, культур, настроений, традиций, тех, в суд том, что Господь Бог берет конкретный существующий текст уже, и Он вставляет этот текст для того, чтобы люди, живущие в конкретных условиях, не испытывали дискомфортно. Речь идет в их параметрах, в их категориях. Например, большинство притч, которые говорит Иисус, это же не Он их придумал, эти притчи давно и давно были знаемы и записаны, что-то, в основном, устное творчество среди еврейского народа. Иисус не выдумывает эти притчи. Есть такой один серьезный католический хороший фильм, где мама Мария ведет Иисуса полем, за ручку он совсем молоденький, мальчик ему лет 10, наверное, 11, и она ему рассказывает все эти притчи, которые он потом рассказывает, как бы, своим ученикам и неронам. Это не значит, что Иисус является автором этих притч. Это значит, что Он использует эти притчи в контексте Святого Слова, дабы раскрыть какие-то более глубокие истины. Валаам который ведом на самом деле как бы то ли дьяволом, то ли Богом, он на самом деле вряд ли с трудом различает, откуда идут указания. Он как бы идет проклинать Израиль, потом благословляет Израиль, потом слышит голос о свинце. Суть не на этом. Суть в том, что Господь Бог использует даже дьявола, иной раз, как, например, в случае с Иовом, для достижения своих целей. Поэтому вполне возможно, что Кир слышал это как бы и через Мордук, как указание транслитерации того, что мы имеем в Святом Писании, указанного от Господа Бога. Вопрос не в этом. Господь Бог использует абсолютно все существующее в этом мире, включая дьявола и его слугу Мордука, для достижения своих целей. Поэтому здесь не так важно. Вполне возможно, что это классический текст, который был заимствован оттуда и привнесен в Ветхий Завет для того, чтобы Господь Бог мог объявить свою власть, в том числе и над Мордуком. У нас есть, у меня есть один служитель, я получил от него в Америке сейчас, у него дочка родилась с серьезным дефектом сердца. И, будучи совсем маленькой, один месяц, два, три, ей проделали шесть операций, сейчас ей года полтора уже. И никто не говорил, что она будет жить. И у нее проблема, значит, как бы недостаточно развиты желудочки в сердце. И один кровоточит. Из-за того, что он кровоточит, что само по себе зло, тем не менее одна часть или одна камера сердца как все-таки была снабжаема всеми полезными веществами из крови и смогла развиться до нормальных размеров. Достаточно образная и запутанная штука, но к чему я говорю, что даже через зло, совершенно очевидная болезнь, Господь Бог сумудрился каким-то образом сделать или развить ей вот эту вот проблемную часть сердца, которая у нее есть. Я думаю, в этом же контексте, даже если это как бы классический текст, который указывает как на Мардука, нет никакой проблемы в том, что Господь Бог взял его и сказал, вот таким вот образом в обход я использовал его для того, чтобы евреи могли прийти в Иерусалиме построить свой храм. Иов, та же самая история. Мотивация на самом деле инициирована как бы даром ли как бы столь праведен или богобоязнен он, а вот ты вот говорит, забери у него, будет ли он. то есть как бы Господь Бог берет инициированный дьяволом беседу и как бы делает это. Значит ли, что сказанное дьяволом принадлежит Богу? Нет, это сказанное дьяволом. Но Господь Бог берет, помещает новые контексты и в конечном итоге приводит к благу ситуацию. Поэтому нас не должно смущать, что мы находим схожие или даже иногда абсолютно идентичные тексты. Я могу привести еще один пример. Есть знаменитая фраза «Суббота для человека, не человек для суббот». Знаете, да? Кто автор? Иисус вроде, да? Неправда? Это совершенно нет. Это фраза, которая была зафиксирована, не вдаваясь в подробности немножко позднее после этого срока в одном из иудейских источников и которая представляла собой ни много, ни мало одно из направлений в иудаизме. Были, которые говорили, что человек должен служить в субботу. Были такие фарисеи, которые говорили, что суббота должна служить человеку. Дословно суббота для человека, а не человек для субботы. Кто является автором этого текста? Иисус чисто формально нет. Чисто формально автор автор вот этого сборника сочинений. Но в общем-то Иисус берет оттуда, как говорит, да, нормально, может быть, я это использую для своих целей. И дает этому как бы авторитетность. Вот в этом контексте ему надо рассматривать и ваш вопрос. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok